Итак, PlayStation 4 Pro в 23-м или уже в 24-м году. Попробую ответить тебе на этот вопрос, стоит ли тебе приобретать эту консольку. Также в этом видео мы поговорим, какую же ревизию стоит брать. У меня вот до этого была Slim-версия, то есть я начал с 3-й PlayStation, потом 4-й Slim. Сейчас недавно я приобрел себе PlayStation 4 Pro The Last of Us Limited Edition. Распаковочка была уже на канале, если интересно, можешь посмотреть. Там я вкратце рассказал, грубо говоря, про дизайн и сделал небольшой анонс уже вот на это вот видео. Только после распаковки я тщательно тестировал эту консоль и сравнивал ее, всячески сравнивал ее с PlayStation 4 Slim. Объясню для начала, почему я приобрел вообще Slim. То есть у меня был, в принципе, вариант взять изначально сразу прошку, но многие жаловались на то, что прошка очень шумная. Забегая наперед, сразу скажу, что она шумит так же, как и Slim. Может быть чуть-чуть погромче, но в принципе я играл в тот же The Last of Us 2, она требовательная игра. И в принципе по шуму она не шумела. Грелась чуть больше и, скорее всего, потребляла электроэнергии тоже больше, но шумела она так же. То есть почти не шумела. Скорее всего, связано это с тем, что у меня последняя ревизия, третья, то есть 7,7,2, то есть выходила 7,0, 7,1, 7,2. И там еще какие-то дальше цифры шли. Так отличаются ревизии прошки. Slim я приобретал, потому что думал, что она вот тише, она энергоемкая, ну энергоемкая, короче, меньше жрет электричества. И плюс я думал, что у меня не 4К, а 2К или что там телевизор. А как оказалось, у меня 4К ящик. И я решил ради теста взять на тест и сравнить прошку со Slim, поскольку я уже наигрался в Slim и хен на нее накатить все равно не могу. И плюс я тешил надежды, что прошивка будет нужной для того, чтобы устанавливать Homebrew Enable. Но хотя и не это была самоцелью. Самое главное было ответить на вопрос, лоханулся ли я тогда, когда приобрел Slim. И мой ответ, скорее всего, да. В какой-то мере. В принципе, если играя в игры, именно новые, которые поддерживают какие-то функции прошки, сзади на диске написано, что совместимо с 4 Pro, то в них отличия будет. Но эти отличия нужно будет вот так вот с микроскопом разглядывать. И в принципе, если вот так играть, вот в тот же The Last of Us 2, который вот сравнивал вплотную, на прошке флоу лучше, стабильность картинки, стабильность производительности. То есть бегая именно в быстром режиме, бегая матча всех зомбаков, грубо говоря, это делает все гораздо удобнее. Плюс графон лучше, а на Slim, графон похуже. Хотя если сильно не вглядываться, то ты этот вот графон не отличишь. То есть нужно реально сравнивать лоб в лоб. Но стабильность все равно проседает. Но если ты играешь какие-то игры, грубо говоря, до, которые вышли до прошки, то отличий никаких в принципе не будет. Возможно, будет отличие только в стабильности. Я пытался сравнивать, я не нашел никаких графических отличий. Возможно, они есть, я ошибаюсь, но в принципе нет. То есть брать прошку только для игр, которые выходили после прошлой игры. Допустим, тот же, если ты хочешь на четвертой плойке пройти Рагнарёк, то лучше его проходить, скорее всего, на прошке. Будет стабильнее и будет красивее. Если же ты хочешь сэкономить и плюс сэкономить место, поскольку Slim занимает немного места, сэкономить также на своей электроэнергии, то взять Slim тоже хороший вариант. В принципе, я так и задумался. Плюс, если у тебя не 4К телевизор, а допустим Full HD, то, в принципе, разницы большой не будет. Графику реально надо будет разглядывать вплотную. Будет, конечно, прирост по производительности, больше кадров будет. Сильно по кадрам я не заморачивался, поскольку я и во второй PlayStation играл. Там, оказывается, было вообще 10-20 кадров максимум в секунду, и мы радовались этому. Радовались тому, что, в принципе, игра запускалась там с пятого раза. Поэтому нет. Но, в принципе, это ощущается. Если ты играешь в какие-нибудь экшены, где нужно бегать, быстро вертеть камеры, убегать от кого-то и тому подобное, то, так же, как в Last of Us, допустим, то играть будет комфортнее, поскольку, грубо говоря, на Slim лучше проходить по стелсу. А на прошке можно и так, и так. На Slim тоже можно пробежаться, но это не так комфортно, как на прошке. Вот играя вчера, допустим, вот играл в The Last of Us 2, помню стремные моменты, которые я проходил на Slim, ну, плюс я их помню. Проходить на прошке на более высшей сложности мне было легче, поскольку флоу был гладкий, не было просадок, и можно было бегать спокойно, не боясь, что где-то что-то будут, какие-то микрофризы, которые были на Slim. В принципе, это все отличие. Да, обновляться со Slim до прошки особого варианта нет, лучше уже сразу купить, наверное, пятый PlayStation. Но если ты хочешь, грубо говоря, сэкономить, остаться на том же четвертом PlayStation, то я бы, в принципе, оставил бы Slim и не парился. Или если у тебя есть возможность продать Slim и накинуть на прошку, то такой вариант тоже возможен, но он трудный, поскольку если, вот как это делал я, я выставил свою консоль уже давно на продажу, и ее никто не берет. Slim уже начинают падать в цене, порошки не так сильно, но, в принципе, четвертый PlayStation уже падает в цене. И сохранить его стоимость, хоть я его даже брал тоже на был рынке, сохранить его стоимость у меня не получится. Скорее всего, мне просто придется ее в консоль оставить для коллекции, грубо говоря, и приобрести уже пятый. Кстати, было видео также про третий PlayStation, и с третьим PlayStation я такой ситуации не допущу. Он, в принципе, у меня, я его приобрел, он у меня будет всю дорогу. Даже если я приобрету пятый PlayStation, он у меня будет, и пятый PlayStation, скорее всего, я смогу продать. Ну, то есть захочу, смогу и продам, а третий у меня будет стоять как резервная консоль для тех игр, которые недоступны. Такой же, наверное, фигней занимаются люди, которые приобретают Xbox Series S и Game Pass к ней. У некоторых есть такое, что у них есть пятый PlayStation, некоторые эксклюзивы, и также Series S, чтобы играть через Game Pass. Какие-то игры, которые не хочется приобретать, тратить деньги, приобретать на пятую плойку. Но, опять же, это все расходы. Купить четвертый или третий PlayStation, это не так затратно, как пятый или, ну, то есть, консоли нового поколения. Поэтому, резюмирую. Если ты сейчас стоишь на пороге приобретения, ты уже вот думаешь, что же мне приобрести. Поставил себе цель приобрести четвертый PlayStation и думаешь, какой из трех ревизий приобретать. Фатку, Слимку или Прошку. Фатку не приобретай ни в коем случае. Конечно, если у тебя только ограниченный бюджет и ты там приобретаешь определенной прошивочкой, чтобы играть в старые игры, то тогда возможно, но я не рекомендовал бы. Слимка, если только у тебя Full HD-шный телевизор, если у тебя 4К, то изначально, да, сразу бери Прошку. Третья ревизия, 7.0 будет шумная, как самолет будет лететь. Плюс она, скорее всего, старее и у нее больше косяков. Слимка и последняя ревизия Прошки, они тихие, то есть, даже в производительных играх они не будут шуметь. Единственное, Прошка занимает больше места, но это не сравнится с тем, сколько занимает место пятый PlayStation. И, да, то есть, если у тебя нормальный телевизор, и ты думаешь приобретать тебе Слимку, вот как я, допустим, стоял на пороге, то есть, в моем случае, мне надо было тогда приобретать Прошку. Это было бы гораздо выгодной покупкой, плюс я бы мог ее даже сейчас продать дороже, ну или так же, как я ее приобрел. А со Слимкой у меня такой ситуации не получится. Я ее приобретал тогда за 200, сейчас ее за 150 даже загнать не могу, именно в евро, в своей Европе. В принципе, что касается Прошки, да, то есть, если вы не хотите играть в новые игры, вы покупаете Четверку ради именно старых игр, хотя странно, то тогда на Слимке и на Прошке разницы особо большой не будет, только по производительности. А если новые игры, которые поддерживают Pro-режим, то будут, будет более стабильно все идти, и графон будет лучше, и вообще на картинку будет приятнее смотреть, как будто такой вот полу-нексген. Ну, правда, прогрузки, то есть загрузка в Прошке будет, по-моему, даже дольше, чем на Слимке. Это из-за того, что прогружаются более качественные текстуры, да, там процессор немножко, возможно, другой, или там что-то там по железу немножко получше, но все равно все вот эти текстуры нового разрешения будут подгружаться чуть дольше. Но, в принципе, по ощущениям, не настолько дольше. Это не так сильно ощущается, как вот, то есть, Слимку, там реально надо замерять, вот две консоли ставить и замерять. Надеюсь, я смог ответить на твой вопрос, и извиняюсь за сумбур, если такой был, но некоторым такие ролики, в принципе, нравятся. Поэтому, да, если у тебя хороший телек, приобретай Прошку, если у тебя Full HD, приобретай Слимку. Если у тебя мало денег, приобретай Слимку, если у тебя достаточно на Прошку, приобретай Прошку. Но последней ревизии. Как-то так. Если есть какие-то вопросы, пиши, как всегда, по традиции в комментариях. Мы с тобой это обсудим, подискутируем. С тобой был Бен. Желаю тебе всего хорошего, и до свидания. Мы заслужили отдых. Согласна. Давай! А то. Смотри, какой буран! Далеко до опорного пункта? Вон за следующим городом. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Готов. Готов. Ещё подогреть. Тварь, сдох, парень. Джоэл, вроде отбились. Похоже на то. Ты молодец. Слушай, давай за струнами в другой раз сходим. Ты читаешь мои мысли. Но у нас нет выбора, назад не пройти. По-моему тут можно выбраться. Вот такой. Редактор субтитров.